Ленин Это слово всегда с вами. Отсюда и наше стремление понять и нравственно приблизиться к нему. Действительно, каждый родившийся в СССР помнит миф про доброго дедушку Ленина. Но не каждый, став взрослым и изучив его наследие, находил в себе силы нравственно к нему приблизиться. Те единицы, кто не просто механически переписывал тетрадку, так называемые первоисточники на занятиях по политэкономии и научному коммунизму, а пытались вчитываться в то, что приказывал великий Ленин, ужасались правде, которая открывалась внимательному читателю. Повесить, непременно повесить, дабы народ видел не менее ста заведомых кулаков богатеев-кровопейц. Опубликовать их имена, отнять у них весь хлеб, назначить заложников, согласно вчерашней телеграмме. Расстреливать заговорщиков и колеблющихся, вешать на вонючих веревках. Премия 100 тысяч за повешенного. А вот так в том числе строилось светлое советское будущее по-ленински. И диктатор, погрузивший страну в ужасающую гражданскую войну ради удержания власти, был готов на все. Отдать немцам, которые помогали ему осуществить переворот, часть страны. Отобрать еду у крестьян, заморив их голодной смертью. Убивать не только всех несогласных, но даже сомневающихся. Его красный террор унесет жизни миллионов. Брат будет идти на брата, дети на родителей. Смерть станет синонимом новой власти. Но и этого Ленину будет мало. Даже фактически на смертном одре. Красный диктатор не изменит свои позиции и будет требовать узаконить террор, запретив судам его устранять. Сам он умирал долго и тяжело. Фактически преданный своими соратниками, которые за спиной уже делили власть. Он тихо сходил с ума на даче в горках от отека мозга и очередного инсульта. Безжалостный гениальный маньяк ради утопических идей всеобщего равенства, устроивший на одной шестой части суши кровавую баню. Прийти в себя после нее мир не может до сих пор. А вот чего им не хватало? Такой вопрос задает себе каждый, кто интересуется судьбой Ленина и его братьев и сестер. Мальчик родился в обеспеченной семье инспектора народных училищ. Отец дослужился до звания статского советника и получил право на дворянство для себя и потомства. Жили они в прекрасном большом доме, где у Володи была своя комната. Учился он в престижной симбирской гимназии, которую закончил с золотой медалью. Затем успешно поступил на юридический факультет Императорского Казанского университета. Преподаватели прочили талантливому и исполнительному ученику превосходную карьеру чиновника. Считается, что все изменилось после казни через повешение его брата Александра в 1887 году. Тот, поступив в Петербургский университет, втайне от родных стал одним из организаторов неудавшегося покушения народовольцев на Александра Третьего. После казни заговорщика от семьи Ульяновых отвернулись все соседи и знакомые. Даже старичок-учитель, приходивший иногда поиграть в шахматы. Считается, что именно тогда, затаивший злобу на всех и вся, Владимир Ульянов решил отомстить за брата. И вступил в нелегальный студенческий кружок той же народной воли. Когда поступил в Казанский университет, так он там очень недолго задержался. При первой же возможности, при первой сходке его исключили. Исключенных студентов отправляли по домам под надзор полиции, как неблагонадежных. С того момента в Симбирске с его семьей разорвали связи абсолютно все, боясь даже заговорить с политическими. Но молодого Владимира уже не тревожили ни слезы матери, ни осуждение людей. Он был занят студированием запрещенной литературы и самостоятельно изучал программу университета. Через три года власти смягчились и разрешили ему сдать экзамены экстерном в Петербурге. Потом уже сдал за весь университетский курс по юриспруденции. Он сдал экзамены, получил диплом соответствующий и занялся вроде бы как практикой, но фактически практикой юридического не занимался. А занялся он подготовкой революции, разработкой программы социал-демократической партии. Особо Рьяна Ульянов штудирует работы своего кумира Плеханова, удивляя окружающих неимоверной работоспособностью и железной волей. В 1895 году Владимир Ульянов впервые едет в Европу, где встречается с лидерами международного рабочего движения. А по возвращению создает свой союз борьбы за освобождение рабочего класса. За что его арестовывают и после года за решеткой отправляют еще на три года в ссылку в село Шушенское Енисейской губернии, где он позднее обвенчается с помогавшей ему революционеркой Надеждой Крупской. В это время в Минске состоялся первый съезд Российской социал-демократической партии РСДРП. Все ее делегаты были немедленно арестованы, а организации, принимавшие участие в создании, разгромлены. Ульянов понимает, что нужно срочно объединять разбросанные по стране силы. Досидев ссылку, он решает создать газету «Искра», которая сплотит революционеров вокруг новой партии. А сам начинает все активнее пользоваться одним из своих псевдонимов – Ленин. Женева. Здесь Ленин излагает свой план «Искры» Плеханову, но встречает нежданное противодействие. Позднее в работе «Как чуть не потухла искра» Владимир Ильич писал. «Мою влюбленность в Плеханова так же, как рукой сняло. И мне было обидно и горько до невероятной степени. Это человек нехороший. В нем сильны мотивы личного, мелкого самолюбия и тщеславия». В 1900 году. И вот в этой газете, при помощи этой газеты, начал организовывать социал-демократическую партию. Организовал эту партию во многих городах России. Были организованы соответствующие комитеты. Ленин поселился в Мюнхене. На несколько дней он приезжает в Лейпциг, где готовится первый номер «Искры». Намечает день его выхода. Делает окончательную правку первого номера. Вслед за петербургским и московским «Искру» поддержали Екатерина Славский, Одесский, Харьковский, Николаевский и другие комитеты и организации РСДРП на Украине. Запрещенную газету везут в Россию в детских игрушках, на тельных жилетах, в чемоданах с двойным дном. Материалы газеты массово перепечатывают в подпольных типографиях. Так информационный вирус был запущен в общество и начал свое разрушительное действие. «Искра» стала первым коллективным организатором партии. Второй съезд, закончивший свою работу в Лондоне в июне 1903 года, был призван создать партию большевиков. И вот на этом же самом съезде произошел раскол этой партии на большевиков и меньшевиков. Большинство, оказалось, пошло за Лениным, меньшинство пошло за Мартовым и другими лидерами социал-демократов. Первые получили название большевиков, вторые меньшевиков. Вот и началась, фактически уже за рубежом, началась борьба этих большевиков и борьба Ленина против царизма. Но она носила такой характер сугубо пропагандистский. И, конечно, тем временем в России произошла революция 1-5-7-го годов. Была еще одна особенность Ленинской партии нового типа. Он строил ее как жестко централизованную, по сути, боевую организацию. И она была построена на таких принципах, которые не были свойственны другим политическим партиям. Любое ниже стоящее звено партии большевиков должно было подчиняться более высшестоящему звену. Вот таким образом, путем демократического централизма в этой Ленинской партии была осуществлена такая вот экспроприация власти внутри партии. Фактически уже тогда Ленин стал формироваться как будущий диктатор. Один из членов партии Рафаил Абрамович вспоминал. Ленин всегда поддерживал фикцию коллективного руководства. Но и тогда он был хозяином в партии. Он был фактическим ее хозяином. Его так и называли. Хозяин. После революции 905-го года в России настало время террора. В одной из работ Ленин писал. Принципиально мы никогда не отказывались и не можем отказаться от террора. Он призывал взрывать полицейские участки, а самих полицейских обливать серной кислотой. Считал, что для добывания денег для большевистской фракции надо прибегать к грабежам, то есть к обычной уголовщине. Самое известное ограбление получило название «Тифлисская экспроприация». Организованное Лениным, Сталином и их товарищами нападение на инкассаторов Государственного банка в Тифлисе, современном Тбилиси, пополнило кассу большевиков по современному курсу на 5 миллионов долларов США. Меньшевики в партии критиковали Ленина за бандитскую практику. Но тот в ответ только иронично улыбался. В 1911 году на парижском пленуме ЦК РСДРП большевики потерпели поражение. Их даже отстранили от денежных потоков. В ответ Ленин организовал в городке Лонжумо свою большевистскую партийную школу и объявил о разрыве с меньшевиками-ликвидаторами. А еще именно тогда он понял, на кого нужно делать ставку. И ловко поменял стратегию. В течение революции 5-7 годов в России появились советы рабочих депутатов. Это такие организации, которые, рабочие организации, которые возникали совершенно стихийно и были средства самовыражения вот этих бастующих рабочих коллективов, советы рабочих депутатов. И вот Ленин, когда внимательно присматриваясь к этим советам рабочих депутатов, понял, что они могут быть использованы, его партии, для того, чтобы построить то государство. Ленин продолжал подрывную работу, находясь на Западе, считая, что до революции не доживет. Это, мол, дело молодежи. Февральская революция 1917 года, которая свергла царя, застала Ленина врасплох. Он понял, что нужно срочно возвращаться, иначе он потеряет свой шанс. И в этом ему помог вражеский России немецкий генеральный штаб, взявший на себя все хлопоты по доставке революционеров на родину. Морем, через... Ну, это, кружным путем. Ленин боялся подводных водок немецких и от этого отказался. Было решено отправить значительную часть этих людей в амбированном вагоне через территорию Германии. Причем Вильгельм II, он внимательно следил за тем, чтобы не было никаких сбоев в этой операции. Потому что он понимал, что это люди, которые являются взрывчатым материалом, которые должны... Которые настроены на то, чтобы вот эту царскую армию, ну, не то чтобы ликвидировать, а разрушить, изнутри разрушить. Ленин с соратниками ехали не с пустыми руками. Немцы, которые и раньше помогали финансово, и на этот раз не поскупились. Разными способами давались деньги. О, восьми тонн золота. Это была колоссальная сумма, конечно. И рассчитанная на то, чтобы ликвидировать Восточный фронт, чтобы, например, ежедневная газета «Правда», которая сохранялась потом как центральный орган большевиков, она была создана фактически на немецкие деньги. И более 40 тысяч красногвардейцев было создано, между прочим, на немецкие деньги. Начиная вот где-то там уже с весны 17-го года, потому что создание таких вот отрядов, оно же требует и больших средств. Никакие другие партии политические, ну, кроме еврейских партий, которые защищали сами себя, вот погромщиков, не создавали отряды боевиков только... В Петербурге на финском вокзале Ленина встречали с помпой, считая, что его прибытие сплотит ряды всей демократии. Однако Ленин выступил прямо там и призвал к социальной революции, чего не ожидали даже его соратники. Главной задачей он определил передачу власти советам и превращение советов в органы государственной власти, которые будет контролировать партия. В Петрограде было временное проявительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. И вот большевики призвали всю власть политическую передать этому совету. Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять не все в большинстве стран. Сущность ее, привлекающих к себе рабочих, каждой страны все больше и больше состоит в том, что прежде государством управляли, так или иначе, богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством. При том, в массовом числе, как раз все классы, которые с капитализм угнетал. План этот состоял в том, чтобы овладеть советами. И вот сначала он вроде бы агитировал так, как это было принято в большевистской программе, а потом понял, что нужно не говорить особенно о том, к чему стремится партия большевиков, а овладеть теми лозунгами, которые выдвигали массы. Это был его шанс, говоря современным языком, взломать систему власти. Для этого большевики пошли на оголтелый популизм, скрывая от народа свои настоящие намерения. Они обещали людям все, что угодно, только чтобы привлечь их на свою сторону. Во-первых, мир народом, это в первую очередь, то есть развалить армию, потом, главное, землю крестьянам, фабрики рабочим. Вот такие три лозунга были большевиками взяты на вооружение. Если, например, лозунг «землю крестьянам», то что это означало? Это означало «черный передел», как крестьяне называли это. То есть раздел всех помещичьих земель. Естественно, в тот момент они даже не заикались, например, о колхозах, в которые скоро загонят тех же крестьян, как скот, отобрав у них все. В своих знаменитых апрельских тезисах Ленин провозгласил «вся власть советом». По его убеждению, революция должна перерасти из буржуазной в пролетарскую. Но взять власть в свои руки у большевиков не получилось. И спасаясь от ареста, инициированного временным правительством, Ленин скрывается сначала в разливе, где живет в шалаше с Зиновьевым, затем в Финляндии. Тайно Ленин возвращается в Петербург, переодевшись с кочегара паровоза, только 7 октября. И берет на себя руководство новой попыткой переворота. В ночь на 26 октября его боевики штурмовали Зимний дворец. Временное правительство было арестовано, и Ленин заявил о его свержении. В тот же день были приняты ленинские декреты о мире и земле. 9 ноября 1917 года Владимир Ильич Ленин по прямому проводу дает указание в Могилев, главнокомандующему русской армией, Духонину, начать мирные переговоры с немцами. Духонин, правительство, которое вы представляете, есть не признанное ни армией, ни народом. Ленин, именем правительства Российской Республики увольняем вас от занимаемой должности. Главнокомандующим назначается прапорщик Крыленко. Контрреволюционная ставка генерала Духонина была ликвидирована. Народ ждал мира. Еще больше мира ждала Германия, вложившая в партию Ленина тонны золота. И когда Троцкий отказывается подписать мировое соглашение, Ленин берет это в свои руки, будучи готовым идти на любые жертвы. Кайзеровская Германия согласилась прекратить с нами войну, но при условии, что к ней отойдут Польша, Литва, часть Латвии и Белоруссии. Необходимости подписания такого тяжелого и унизительного мира не поняли даже некоторые члены ЦК. Но Ленин настаивает, эти условия надо подписать. Если вы их не подпишете, то вы подпишите приговор советской власти через три недели. От имени советского правительства Чечерин подписал мирный договор с немцами. Это была победа ленинской стратегии. Вскоре немецкий кайзер Вильгельм очень пожалеет о поддержке Ленина, когда чума революции перекинется и на Германию. Ленин денонсирует Брестский мир, но вернуть большинство земель империи, где начнется национальное возрождение, уже не сможет. Получив по зубам под Варшавой, потеряв прибалтийские губернии и Финляндию, диктатор мертвой хваткой вцепится в Украину, оккупировав ее территорию. Выполняя ленинский наказ превратить Донбасс в пролетарскую крепость Украины. 29 мая 2019 года Ленин телеграфировался в наркома Украины. Абсолютно неизбежна гибель всей революции без быстрой победы в Донбассе. Сталин, который у Ленина отвечал за национальный вопрос, настаивал, Украину и другие республики нужно включить в состав России на правах автономии. Но диктатор, возможно испугавшись обвинений в реставрации Российской империи, решил дать республикам фальшивую самостоятельность в рамках единого государства, которое назвали СССР. Ценой этому стал красный террор. Массовые издевательства и расстрелы начались во всех деревнях и городах Украины. Зверствовали большевики и в Киеве. Только за первые годы после революции в Украине появилось более миллиона беспризорных детей, родители которых были убиты или умерли от голода. И командовал этим парадом убийств, голода и террора первый красный диктатор, Ленин, для которого не было ничего святого. Православную веру он называл самой глусной заразой. Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем и поэтому должны провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией и не останавливаясь под давлением какого угодно сопротивления. Не было в уставе партии пункта о верховном вожде. Но Ленин был верховным вождем партии и он очень так держал в руках эту власть благодаря немецким деньгам, благодаря его иезуитской изворотливости. Была создана эта система в России, распространена на все национальные окраины бывшей царской России, которые были завоеваны большевиками. В 1922 году Ленин заболел. Официально сказались последствия покушения. Неофициально заболевание головного мозга. Диктатор все реже появлялся в Кремле. У него начались проблемы с рассудком. Он уже не мог как раньше влиять на процессы в партии и в стране. В результате его болезни в партии началась такая ну, драчка, что ли, среди его ближайших сотрудников. Это Троцкий, Сталин, Каменев, Зиновьев, Рыков, Томский и так далее. Ну, и победил в этой борьбе Сталин. Причем Сталин и сотоварищи даже печатали для Ленина специальные экземпляры газеты «Правда», чтобы любимый Ильич считал только то, что было нужно товарищам и не мог вмешаться в то, что происходило на самом деле. Осознав, что власть утекает, как песок сквозь пальцы, Ленин 4 января 24-го года вместе с другими статьями из последних сил додиктовывает свое политическое завещание «Письмо к съезду». В нем просит депутатов сместить Сталина. Возможно, он делал это, осознав, кого привел к власти. Возможно, в отместку за хамство и ругательство, которое Сталин позволял себе в адрес его жены Надежды Крупской. Но это уже не имело значения. Было поздно. Через 17 дней Ленин умрет. Хотя его жена и соратница Крупская огласит суть политического завещания на 13-м съезде, большинство проголосуют за Сталина, в руках которого уже была реальная партийная власть. Желание мертвого вождя больше никого не интересовало. А Крупская, боясь за собственную жизнь, не настаивала. Даже ее желание похоронить мужа в расчет принято не было. Тело Ленина забальзамировали и поместили на Красной площади, в деревянном, а позже в гранитном мавзолее, сделанном в форме зиккурата, ритуальной пирамиды времен древней Месопотамии и Вавилона. До сих пор не ясно, почему мумию диктатора коммунисты, которые проповедовали атеизм, поместили на алтаре в таком странном сооружении древности, в которое на поклонение должны были приходить миллионы людей. А лидеры страны принимали парады, стоя фактически на могиле своего вождя. И каково реальное значение того, что главную площадь в центре страны превратили в кладбище, продолжая в дальнейшем хоронить у Креблевской стены выдающихся лидеров партии. И не является ли это на самом деле каким-то оккультным ритуалом? И почему в современной тоталитарной России так трепетно относятся ко всему, что связано с первым красным диктатором, отказываясь предать тело Ленина земле? А народы, которые хотят свободы, сносят памятники Ленину, пытаясь отмежеваться и от его кровавого наследия, и от культа поклонения трупу первого коммунистического диктатора. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok